На территории Белгородского района на сегодняшний день 40 школьных автобусов, допущенных к эксплуатации. Такой технический осмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся, госавтоинспекторы проводят каждые полгода. Оттеков нет, все в порядке. При осмотре данных автобусов уделяется особое внимание системам ГЛОНАСС, системам тахографа. Также технические состояния транспортных средств в плане касаемой резины, рулевого управления, внешних световых приборов. Эксплуатационный срок автобуса, предназначенный для перевозки детей, составляет не выше 10 лет. С 1 июля 2018 года в силу вступили изменения правил дорожного движения. И теперь для всех школьных автобусов введено новое обязательное требование. На каждом транспортном средстве, перевозящем учащихся, должны быть установлены мигалки желтого цвета. При перевозке они также обязаны будут их включить и передвигаться вместе с ними. К такой плановой проверке сами водители относятся положительно. Для них главная безопасность детей. У нас идет маршрут с Головино, Салтыково, Варваровка и Новая Нелидовка. Три маршрута. То есть строго все по времени? Да, конечно, все расписано по времени. То есть мы едем, получается, проходим медика, получаем путевой лист, проходим давление и так далее. Пьяный, не пьяный, как говорится, это самое главное. Все стремятся к этой проверке все сделать, все, чтобы было исправно. А если проверок бы не было, все бы, может, как-то относились так, поскольку-поскольку. А так все проверяют, уже стремились к этому делу. Школьные автобусы, осуществляющие перевозку учащихся на территории Белгородского района, соответствуют сроку эксплуатации. Их средний возраст достигает пяти лет. В этом учебном году школьников Беломестнинского сельского поселения ожидает сюрприз. Совсем новенький автобус. Десять лет ждали. Старому автобусу исполнилось десять лет. Вот мы получили 3 августа вот этот новый автобус. На радость детишкам нашим. Рады сам водитель Андрей Судаков. В новом автобусе совершенно новое оборудование. Появилась система навигации со спутниковой связью ГЛОНАСС и тревожная кнопка. Теперь выходить в безопасный рейс одно удовольствие. Были вот такие полки с обоих сторон. Столько света и вообще кислорода очень много занимал. Ну, сейчас вот во всех автобусах, конечно, есть место для рюкзаков. С предохранителем даже, с фиксатором. Многие дети еще не знают, что получили мы новый автобус. Ну, тоже все ждали, надеялись на это. Кто рядом живет, те уже видели. Дети очень хорошие, послушные. Так что я думаю, что у нас будет долго он стоять. Отслужить все свои десять лет, как положено. Пока в этих школьных автобусах не души, но это только пока, потому что уже 1 сентября. Первоклассники и школьники отправятся ранним утром на этом автобусе в свои школы, чтобы получать знания. Водитель автобуса будет их встречать. И, конечно же, самое главное – это безопасность. Проверку все автобусы прошли на отлично. Ну все, мы готовы. Дарья Яготинцева, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.